У меня два образования. Первое биологическое, и я нейробиолог, нейрофизиолог, какое-то час время работала в науке, изучала механизмы работы мозга. Потом мне это оказалось недостаточно, я переклисифицировалась психолога, и последние 11 уже лет изучаю различные направления и методы психотерапии. Последние пару лет читала лекции как раз и по физиологии, и по психологии на проекте WomenDog. И вот эта лекция, она в основном психологическая, но обычно я в своих семинарах, лекциях использую такой интегративный материал и по физиологии мозга, по нейронаукам и по психологии. Я попрошу вас, если вам будет что-то совсем непонятно, совсем что-то странно, меня прям прерывать в этот момент, чтобы я что-то поясняла. А если у вас будут какие-то вопросы, что-то нужно будет рассказать подробнее, какие-то примеры привести, какие-то, может быть, частные случаи рассмотреть, то вы, пожалуйста, свои вопросы запоминайте или записывайте, и мы в конце уделим какое-то время для них. Поскольку я так предполагаю, что все эти люди, которые меня слушают, для них Синяндия, возможно, не первая страна, не родная страна, многие или все иммигранты, которые переехали, то с чем мы все столкнулись? Мы столкнулись с тем, что у нас вспоминалась реальность. Мы жили в каком-то привычном слое, в привычном обществе, знали, как там все устроено, начиная от каких-то привычных вещей, магазинов рядом до того, как здесь строится на работу, на каком языке творить и так далее. И вот мы как растение из горшочка вынули нас и куда-то перенесли в другое место. И по мнению психологов всех стран и континентов и всех направлений, переезд является очень сильным, серьезным стрессовым фактором, вплоть до шоковой травмы, даже если переезд – это событие хорошее и счастливое. Потому что смена привычной реальности вызывает запуск механизмов адаптации, которая может не пройти каким-то правильным, счастливым для человека образом. С чем мы здесь сталкиваемся? Здесь другой язык, приходится его учить. Другой менталитет. Даже если язык выучили, мы используем одни и те же слова, думаем по-разному и имеем в виду, может быть, тоже какие-то разные вещи. Дальше немаловажный фактор – климат и сезонный ритм. Для кого-то, кто переехал в Питер, Ленинградскую область, из Карелии, может быть, это вообще незаметно, но для всех остальных может быть тоже серьезным стрессом. Особенно сезонный ритм где-то на севере, у полярного круга, за полярным кругом, где полгода светло, организм нефизиологически вынужден адаптироваться и он может не справляться годами. То есть есть такая теория, что еще немножко он справится, а есть другая теория, что то, как он не справляется, на каком-то таком эндокринологическом, биохимическом уровне будет годами накапливаться, потом тоже выздороваться. И это тоже может привести к каким-то заболеваниям, к потере энергии и так далее. С чем еще здесь сталкиваемся? Что все-таки, если большинство из нас выходят из какого-то постсоветского пространства, здесь рабочая культура другая, здесь другие правила. Поведение на работе, поведение в социуме, мы вынуждены как-то их где-то угадывать, где-то нам их рассказывают. Но так или иначе, мы сначала тоже ничего не понимаем, а поняв, можем не принимать. И мы таким образом, с тем, что слов уже мы имеем, привычных опор больше нет. Еще и в том, что мы там были какими-то понятными людьми для себя и уважаемыми, может быть, если мы уже какую-то профессию имели какую-то работу, а вдруг раз, и всего этого больше нет. Мы так немножко в вакууме оказываемся. И как будто бы новое правило диктует нам, что нужно какого-то нового себя как-то скреативить, новую идентичность. А что делать со старым собой? То есть старые мы не нужны. Что получается? Если мы переехали, что-то там получили, чего-то там попытались сделать, даже, может, сначала что-то получалось или там слава не получалось, проходит какое-то время, может пройти недели, месяц, а может быть годы, для кого-то, может быть десятилетия, мы обнаруживаем себя в каком-то состоянии, которое далеко от нашего идеала, ну или просто неприближен. Ну что-то, что-то пошло не так, так как нужно, не сложилось. Мы уже не знаем, что здесь, что посмотреть, как это все контролировать, как это все вот в свои руки взять, вроде все уже, что могли взяли, или может не знали, что нужно взять, что тогда происходит с организмом. Чисто изологически, организм, когда мы понимаем, что происходит, или происходит все не очень хорошо, как любой зверь, как они сжимаются. То есть такие вот звериные механизмы отличаются. Нам может быть страшно, тревожно, непонятно. Вместе с сжатиями, напряженные мышцы могут быть трансгадами. Мы будем испытывать такой состояние, потому что мы не очень понимаем, что происходит. Потому что в состоянии сильного стресса, либо долгого стресса, кара больших полушарий перестает быть главной. То есть та часть мозга, которая отвечает за осознанность, за принятие решений, за то, что решил, план написал, делал. Почему-то не работает. И как из звериной части животных вылезают, что там, мне страшно, я хочу прятаться, вообще выходить, никуда не хочу, или кто-нибудь тут все уберите от меня все это. И такая дезориентация возникает. Психологи, на самом психологическом языке, любят говорить, что это возникает потеря контакта с собственным центром. Тогда, ну, центр может быть, может быть, головеда, я это мои мысли, там, в теле, я там свое тело хорошо ощущаю, или там, я это мои чувства, там, то, что угодно. Главное, то, связываясь с тем, что позволяет мне чувствовать себя надежно, спокойно, и так, смачиваясь. Если мы все потеряли, то, как будто нас нет. И тогда, если нас нет, мы будем как-либо, как-то непонятно. Такое вот, все есть, да, но контакт немножко потеря. Или, может, фильмы потеря. Что здесь прям сразу можно делать на уровне в таком биологическом? Нужно восстанавливать баланс еще до всяких психологических подсказок, потому что арбонизм в стрессе, он очень сильно разбалансирован. И это касается, в первую очередь, той части нервной системы, которая отвечает за работу всех органов. Она называется эпатемия нервная система, и она не под контролем сознания. там есть две части, вот симпатическая пара, симпатическая, может быть, вы про это слышали, если нет, потом могу чуть-чуть подробнее остановиться. Смог ее работы, когда что-то нужно включать, быть активным, что-то запускать, она запускает, когда нужно отдыхать, она что-то выключает, и запускает механизм отдыха. В ситуации стресса этот баланс теряется, либо обе части сразу запущены, либо какая-то одна. Ну, напряглись, расслабиться не можем, либо на пару замерли, и какую-то вот попытку собраться нужно осуществить тоже на уровне. На уровне чувства и ощущения, что большинство людей здесь, большинство людей может переживать. Вот такой длинный список, посмотрите на него, где-то, можно сказать, в каких-то пунктах вы себя не идете. Если стресс не длится долго, если что-то не получается долго, рано или поздно возникает потеря мотивации, что, в общем-то, уже ничего не хочется. Или конкретно что-то делать не хочется, или вообще ничего не хочется, все, не отстаньте, я бы, не отстаньте. Уверенность в реакции естественным образом может чувствоваться так или иначе потеря энергия, которая может быть расцветной, и как депрессии, и как нежелание что-то делать, и как болезнь. Раз сил нет, значит, наверное, зачем-то что-то не смогла сделать, ничего-то не смогла достичь, и, конечно же, жена могла бы и постараться, а могла бы и лучше попытаться. Пустота, как я договорился, из-за того, что он контакт с собой потерян, и из-за того, что он потерян, потеря контакта с своими, то есть, я написала, в более простом выражении, человек уже не очень понимает, о чем он хочет, что ему вообще надо. Его могут куда-то приглашать, или куда-то там тянуть, он не понимает, это надо или не надо, что я хочу, не хочу ли я этого. И такая, получается, тоже немножко дезориентация. Если ситуация длится годами, 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 возникает застойное явление, то это в репост может возникнуть, атерты постоянно, хотя могут быть почки здоровые, сердце здоровое, или может вес, лишние появляться, казалось бы, человек правильно пытается, двигается, ну, или какие-то психически интересные симптомы, там, боль, прижимие, или еще что-то. То есть, как будто человек становится дезориент, дезориентом, 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 кто-то есть, не можем тут муницины. Если человек долгое время находится вне социума, просто сидится дома, гуляется, живет на пособие, то можно говорить, что такие люди находятся в изоляции, если они где-то не представлены, что где-то собственные, каким-то образом. И для остального мира они становятся невидимыми. про них система не знает, у них вообще никто ничего про них не знает. Они сами про себя ничего не знают. И ощущение вот этой вот изоляции, она сама по себе может провоцировать весь вот этот набор симптомов. И вот это состояние, когда долгое время что-то пытались сделать, ничего не получается. Честно пытались, честно старались, еще уж и так попробовали, и так пробовали, а все никак. В какой-то момент человек понимает, что все, я больше не могу и не хочу. Состояние называется очень беспомощностью. Как ни странно, впервые наблюдали как раз не у человека, а у животных, еще в 67-м году, что он на среднем мейер, проводил опыты на собаках, и они собак бежали по прыжи, в боксах, из которых нельзя было забежать таким образом, и подавали на полток. Собакам было больно, они бежали, но могли вырваться. Через какое-то количество повторов условия эксперимента поменяли, поместили в такие бокс-хоробочки, где были очень низенькие перегородки, которые можно было легко перепрыгнуть. И так же подавали то, но ни одна из собак даже не пыталась больше это сделать. И оказалось, что это такое состояние очень характерное для людей, если они долго-долго пытаются что-то делать, и все без успеха, то есть систематически испытывают поражение. Если переживают трудные ситуации, какие-то сложные, какие-то сложные задачи решают, но что бы они ни делать, действия ничего не не имеют. Ибо когда человек попадает в условиях, где непонятно, как себя вести, за что человек получит наказание, за что будет награждение, и тогда проще тоже замереть, потому что неясно, как в следующий раз что будет, получишь штраф какое-то или еще что-то. И вот если такое происходит, все желание двигаться дальше исчезает, трассируется. Такое ощущение возникает, что воля, что не воля, все равно полностью по-моему Мария с кусеница. Что происходит здесь на самом деле с организмом? Почему? Почему кто-то попадает в эту ситуацию, кто-то не попадает. Вернее, в это состояние, в это состояние. Кого-то приводят, кого-то нет. Или нас всех иногда приводят, иногда нет. отсутствует семейство. Так получается, что попадание в этот комплекс условий, взрослые механизмы работы нашего организма, они как будто выключаются. И мы становимся в чем-то немножко детьми, как будто мы в детство попадали. И не просто в детство, а в такой этап развития, который датский психотерапевт называли структурой автономии. Этот период примерно с 8 месяцев до 2,5 лет, примерно восьминус 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 все дети по-разному развиваются. То есть когда весьма автономия, когда ребенок уже не целиком зависит от мамы, когда он не лежит в кроватке все время, не висит на ней все время, когда он что-то уже может делать сам, и когда у него достаточно развились мышцы, чтобы уже начинать ползать, и он начинает ползать, дальше начинает ходить, не просто показывать пальчиком, что ему хочется, а сам дотягиваться до предметов каких-то, сам учиться решать задачку, вот если я что-то не могу достать, да можно подставить, он уже способен делать, или можно попросить кого-то это сделать, или там самому подойти к холодильню открыть, еще что-то, то есть он попытается решать какие уже задачки посерьезнее, уже не младенческие, сам уже принимает решение, не мама за него принимает решение, погибать его, кормить его, еще что-то, свои интересы отставить, то есть он тут может уже говорить, ну я чего, я не хочу, понимать, что нужно, и вот здесь как раз вот примерно это такое ощущение, что я знаю, чего хочу, чего не хочу. Если на ранней стаде, когда эта структура развивается, структура обстановки, вот вспомнить свое детство, как-то там детей воспитывали, там ваших братьев, сестер, там, или внуков, кого-то, ребенок тянется к чему-то, ему тут же подносит, или он только посмотрел, ему принесли, или наоборот, что-то вот он захотел, а его тут же унесли. человек еще не успел осознать, что он хочет, и как он это себе возьмет. Если такое вот в нашем детстве было, то в состоянии выученной беспомощности как раз включится вот эта программа пассивности, ну зачем вообще куда-то идти, вот как будто сесть на попу, как ребеночек на картинке, тогда чего мы будем ждать, что мир принесет сам, я больше никуда не пойду, мир принесет сам, наверное, я буду ждать, когда принесут, я буду ждать, когда заинтересуют, как заинтересуют, и, наверное, сталкивались вы в какой-то роли с такими ситуациями, когда люди пришли на курсы, и они сами не работают, а ждут, как их будут развлекать преподаватели, как будто аниматоры здесь на курсы, или все предложения отвергаются, что нет, это не подходит, нет, я не могу, это слишком сложно, это слишком непонятно, как будто вот такое движение вперед, и дальше отказ. Здесь можно как раз ловить это ощущение пустоты, потому что как будто верх и низ тела не разделены, низ уже ничего не хочет, он уже сел на попу, а вверх, там, где чувство голова, они там что-то себе хотят, но доделает, а не доходит. И вот здесь как раз почему застой, энергия вроде бы есть, но она как будто заблокирована внутри. Вот вот этого движения в прямом переносном смысле не происходит. И вот люди такого типа, они действительно будут прямо в прямом смысле сидеть, меньше выходить, меньше гулять, меньше что-то пытаться, меньше даже из чего-то приятного что-то исследовать, узнавать, куда-то ездить и так далее, и так далее. Здесь такой смысл потери этого контакта, чтобы не чувствовать стыд, что не смог, не смогла. если стыд все-таки переживается, то человек может попасть в состояние такого сильного самого уничижения и уже в депрессию попасть. Другая ситуация в этой же структуре автономии в детстве, возвращаемся опять в детство, если у ребенка уже достаточно хорошо развились мышцы, он хорошо уже тянется, он слишком активный, он слишком быстро отполагает от мамы, слишком быстро убегает, слишком такой самостоятельный. Это хлопот нас с такими ребенками делал, проще ограничить, правда, чем следовать за ним, поощрять, его либо сильно ограничивать, либо наоборот, идешь сам, давай делай все сам. И тут еще может возникнуть такая тема, что давай, тоже большой мальчик, большая девочка, ты как взрослый, давай, там делай то-то-то-то-то, там у каждого свой список, ты уже сам можешь. И еще, если начинать с раненым, смотри, вот Вася там, вот Вася уже умеет это, а ты, ты давай. Как это вот человеку запишется, инсталируется, что никто не поможет, будут только ругать, будут винить, и я должен быть все время лучшим. Не просто хорошо что-то сделать, не просто попытаться сделать, а еще сделать лучше всех, потому что сравнительно будет. И тут тогда очень страшно, когда чего-то не получается, то есть страшно падать тоже в прямом переносном смысле. Вот здесь стыд уже будет непереносимый. Если в первом случае стыд повергает в ощущение такого депрессия, самоуничижения, то здесь соприкосновение со стыдом может вызывать ярость, и тогда можно начать нападать на того, кто этот стыд вызывает. Если переходить на нашу реальность, можно говорить, ну, зачем мне ваши курсы, зачем мне все ваши, все, это вообще не нужно, это очень неинтересно, да и рассказывать плохо, да и кто вообще такие, общими словами, наверняка вы тоже встречались с такими людьми, может быть, тоже в такой ситуации были. Здесь еще больше энергии только в голове, потому что я вроде бы знаю, чего я хочу, я знаю, что мне нужно, но я опять ничего не делаю, потому что если я начну делать, я столкнусь со своей уязвенностью, со своей неидеальностью, нужно быть лучше опять, падать нельзя. и если в первом случае будут другие знать лучше, что для меня хорошее, что для меня лучшее, то здесь я-то вроде знаю, а другие точно мне что-то плохое могут дать, и тогда я это уж точно отвергать буду заранее, и ругаться буду, и раздражаться, агрессировать буду, но там и там все равно нет такой включенности в мир. что можно делать? Вот на этом слайде на самом деле просто весь протокол. Это все просто, но это все непросто. Просто сделать очень сложно, потому что нужно осознавать, что мы делаем. Что происходит? Если мы теряем волю, энергию, активность и импульс, возможность эту энергию и активность проявлять, мы можем восстанавливать через, во-первых, намерение делать что-то, во-вторых, через мышцы, то есть действительно это делать. Что здесь будет происходить? Делать можно все, что угодно, хоть начинать с того, ходить по 10 шагов в день. Это даже еще не про работу, но это запустит мышечную реакцию, это запустит движение энергии. Это будет, как вот я здесь написала, актом свободной воли и тогда в мозге будет связь формироваться такая, я могу, это действительно я делаю, это не самое новое, делают не надо мной что-то, какое-то действие происходит, то есть такой непассивный уже залог, активный, я могу. Можно здесь любые себе списки писать или придумать творческие какие-то задания и так далее от тех, которые вообще не имеют связи с ситуацией, с работой и так далее до каких-то совершенно конкретных. Дальше что делаем? Меняем установку, то есть если я нахожусь в ощущении, что я ничего не могу, у меня ничего не получается, я вот просто никто и ничто, и звать меня никак. Нужно вспомнить, а что получалось? Просто вот хоть списочком себе написать, хоть картиночками, чтобы это было перед глазами, чтобы глаза это увидели и в мозг еще раз записалось. Успехи у всех были, раз все мы здесь живы, не сидим, да мы, значит, справлялись. Когда-то и с чем-то. И успехи здесь, главное здесь в грандиозность не попасть. Не то, чтобы я там получила работу на 10 тысяч евро, там, Нобелевскую премию получила, да, любой небольшой успех, но очень конкретный, что когда я что-то сделала, а у меня получилось. Я вот что-то вот взяла себе и ситуация поменялась. Что-то в мире поменялось, что-то во мне поменялось, что-то в окружении поменялось. И тут уже вот ваша креативность, да, что вы там вспомните, что для вас может быть там важно, не важно. Для кого-то, если ситуация совсем серьезная, это может быть, что вот я беру и хожу в магазин каждый день или там хожу с палками вечерами там по полтора часа. Было такое, было молодец, я молодец. Не знаю, там похудела на два килограмма. Либо я вот взяла там компьютер открыла, на курсы записалась и не просто записалась, а взяла и пришла и вот там проходила полгода. Ну, или вот ваш любимый какой-нибудь пример. здесь важно визуализировать как-то, записывать, зарисовывать, рассказывать кому-то, то есть выходить тоже из этой невидимости. И что важно, когда вы эти все пункты будете выполнять, как я уже сказала, выходить из грандиозности, потому что иначе ничего не получится, задачка так и будет невыполнимая. То есть не сразу получить Нобелевскую премию вместо президента Финляндии, что-нибудь очень маленькое и конкретное. Чтобы было выполнимо, выполнимо, желательно какие-то очень короткие сроки прямо сегодня, завтра, в течение недели. Сроки к себе тоже здесь важно писать. И цели должны быть хорошие, приятные, позитивно не всех поубивать и покусать, накатать, я не знаю, там, жалобы. Что-то хорошее и для себя, и для мира. И для тех людей, которым сложно быть не первыми, не лучшими, не самыми главными. важно здесь учиться вот падать тоже во всех смыслах. Как-то вот, ну вот, в чем-то я дурочка. Вот там не очень разбираюсь в компьютерах, ну и ладно. Ну вот здесь что-то вот, ну вот, не очень получается у меня звонить и разговорить по-фински. Ну и ладно. То есть не затапливать себя стыдом, а прямо осознанно, осознанно брать себе то, что я себя принимаю в том, что я вот это делаю плохо. Ну и возможно я всегда буду делать это плохо. Ну вот не получается у меня. И ничего страшного. На уровне мышц что можно делать, чтобы из такого пассивного состояния приводить себя в активное состояние. Помните, там в рекламе было такое, где у нас кнопка вкл. Если мы все выключены в каком-то смысле, то как нам включить себя. Вот тут почему важно как раз вспоминать этот период детства. Что там дети делают? Они ползают. Вот если бы у нас был какой-нибудь такой воркшоп где-то в каком-то помещении, можно было прямо поползать и показать, как это надо делать. И вот есть программа психомоторной коррекции, может кто-то с такими сталкивается. Там очень большое значение этому уделяется не только для детей, но и для взрослых. Нам нужно перезапустить работу нашего организма, начиная с мышц. И интересным образом это повлияет на наш мозг, на наши эмоции и тогда на наше состояние в целом. Поэтому вот прям советую всем дома ползать, для этого ничего сложного не нужно. попробуйте делать это тоже разными креативными способами. например, без помощи рук. Хорошо даже с этого начинать. И можно, если у вас какие-то члены семьи есть, попробовать дотягиваться до чего-то. Один человек что-то держит, а вы тянетесь. Другой человек вам не помогает, но и не препятствует. И смотрите, что после этого меняется. То есть это тоже если были какие-то группы, можно было показывать, как это происходит. И как правило у всех участников повышается энергия и очень много радости возникает, потому что тут же еще контакт с чувством радости теряется. А вот после таких упражнений радость просто кулечу проблем. Что мы для себя можем сделать, если мы решили самостоятельно себя зашкирку вытчить. Можно обращаться помогающим практикам и так далее. Хорошо себе задавать вопросы, начиная от собственных импульсов. А что я сейчас хочу? И не просто списочек себе быстро писать, потому что мозг может что-нибудь такое ответить странненькое или может то, что нужно. Как я угадаю правильный ответ? Слушайте себя. И вот то, что я хочу. А где в первых теле это ощущается? А вот это я сейчас хочу или от меня сейчас хотят? или вот чтобы быть хорошим я должна этого хотеть? Куда меня тянет? Вот какой-нибудь кошечка или собачка она всегда знает, куда она хочет. Или собаку попробую не пустит. Она знает, куда и какому дереву что обнюхать, что пометить, на кого погавкать, куда броситься. Вот в чем-то тоже. Звери немножко состояние расчет. Куда меня тянет сейчас? Куда я хочу? Что привлекает? Когда я туда приду? Что я получу? К чему я иду? Какие ожидания хочу достичь? И каким человеком я стану? Если я сделаю что-то или какую-то свою мечту смогу воплотить. Также полезно спрашивать себя, к чему я говорю да, а к чему нет? каким состоянием, каким действием, каким решением. Как будто вы такой хотелки действия разбиваются прямо на пиксели. Чем подробнее, тем лучше вы будете понимать себя. Может быть двигаться медленнее будете, зато каждый шаг будет очень хорошо прописываться, что вы уже обратно не вернетесь, вы уже будете в другом месте, в каком-то хорошем месте. Может быть, здесь еще важно понять, что стоит за моей привычной маской какой-то. То, как я себя выражаю, может быть, это и не я, а вот мои собственные, какие-то, может быть, глубинные мысли, желания, никакие. И вот здесь не писать такое сочинение литературное, а короткие, буквально рубленные фразы использовать. И эти списки работают еще и как такое руководство к действию для получения вознаграждения. Написали себе списочки, написали, что вы дальше смотрите, что вы выполняете. то, что вы делаете, за это мозг получает вознаграждение. Это уже известная тоже вещь. Система включается, когда она работает активно на проискушении результата, на ожидании вознаграждения и на собственно дает вознаграждение, когда что-то получается, когда мы чего-то достигаем, каких-то целей. Вот здесь, как это не банально звучит, вот правильно прописано целью записывание результатов достижения тоже поможет. Если мы активируем свою дофаминовую систему, у нас повысится ощущение удовольствия от себя и от жизни. То есть на самом деле дофамин очень такой роман во многом про удовольствие, как нейроиндиатор, нейро-дорман. приятно и хорошо быть. И свои маленькие шаги для этого мы должны замечать, чтобы это вознаграждение в мозге получить. Любые моменты красоты радости в жизни, если мы тоже замечаем каким-то образом, тоже в эту же копилочку пойдут. вопросы можете придумывать, можете где-то в интернете посмотреть, какие-то мотивирующие вопросы. Может быть, это будут лично ваши какие-то, которые будут отличаться вообще от всех. Здесь вот прям ваше творчество. И дальше поехали. Почему там в названии было про самоценность и так далее, и так далее. Вот я сейчас, может быть, не имею возможности каждого спросить, подумайте, послушайте себя, чем эти два понятия самоценность и самооценка отличаются. И в какой парадигме вы живете? Вы живете в парадигме я ценный человек, я представляю ценность для себя, я ценен или цена в любом случае, что бы со мной ни происходило, в какую бы ситуацию я там не попадала, не попадала, либо я себя оцениваю и, соответственно, другим позволяю даю оценивать в зависимости от того, где я сейчас, какие поступки совершил, совершила, каких успехов достиг или достигла. И если вы посмотрите, вспомните, может быть, там свое детство и так далее, родители наши, когда вынуждены как-то регулировать наше поведение, не могут выбирать две принципиальные разные стратегии. Можно говорить тоже, наверняка все с этим сталкивались, что ты ребенок сделал, ты плохой, а как не стыдно, плохой мальчик, плохая девочка, там свои какие-то слова. можно говорить, что как у тебя там что-то получилось не так, что вот так не очень хорошо делать, ну и вот такой посыл, что я тебя люблю, а поступок твой не люблю. Так, конечно, не говорят, но смысл вот такой вкладывают. И в первом случае получается, что человека оценивают и оценивают на уровне личности, то есть все, что я сделал, это я такой или такая. Во втором случае только на уровне поступков, то есть личность остается не затронутой, ценность личности сомнений не подвергается, особенно если ребенка хвалят. Но поступки могут регулировать. Вот это какой-то идеальный вариант, который, к сожалению, не очень часто встречается. Вот если нас всех на уровне личности оценивали, вот что-то сделали, не так, значит, мы плохие. тогда мы и сами будем уже жить из парадигмы оценки и оценки себя и оценки других и при попадании в ситуации, когда мы не справляемся с чем-то, мы будем себя гнабить. И мы как раз потеряем контакт собственной ценностью, которую, казалось бы, можно вернуть только какими-то внешними обстоятельствами. Работы получили, значит, установили ценность. Меня похвалили, значит, я снова ценная. Поругали, опять не ценная. Какие-то тут вы можете вспомнить свои примеры. И здесь хорошо я специально немножко замедляюсь. Хорошо вспомнить, какой внутренний диалог у вас часто в голове происходит. Вы себя хвалите, вы себя ругаете. Какие первые слова в голове у вас рождаются, когда что-то идет не так, что-то разбилось, что-то ничего-то не случилось, что-то пошло не так хорошо, как вам бы хотелось, не по тому плану и так далее. И здесь можно опять же провести с собой такую небольшую, но очень полезную работу и прямо вот повспоминать, тоже записывая себе куда-нибудь на листочек, вас за что в детстве хвалили и какими словами. Ругали за что и какими словами. И вот сейчас, когда вы выросли уже, взрослые, за что вы себя сами хвалите или ругаете и какими словами. и у кого есть дети внуки, тоже посмотрите, послушайте, вы или члены вашей семьи, как реагируют на какие-то проступки детские или на какие-то саншалости. Это те же самые слова или это другие слова. И попробуйте себе прямо такое задание дать по вот характеру слов, понять, как вас воспитывали, фактически какие файлы у вас инсталлированы, есть ли у вас опора такая незыблемая на свою собственную ценность. Если есть, то скорректировать себя вам будет проще. может быть, все эти ситуации с выученной беспомощностью, они даже вас не коснутся, либо как-то легкой форме пройдут. Если все-таки уровень оценивали на уровне личности, то вам придется уже осознанную длительную работу проводить, чтобы подменять эту установку. И что у нас происходит, если та самая оценка происходит, и сама оценка падает, когда что-то пошло. все эти чувства стыд, тревога, неверность, пустота. Все мы уже это обсудили. И, как я уже тоже говорила, попадать мы можем тогда в две ситуации. Либо если я недостаточно хороша, я буду стараться. Я буду стараться, стараться еще больше. Вот то, что здесь гонка злодостижения справа. Стараясь еще больше, я могу не получать результат. самооценка упадет опять. Я могу пасть в пассивность, а что и стараться? И так далее. Либо из состояния пассивности кто-то может сказать, что сидишь, давай, встала, пошла, вперед, пытайся, давай что-нибудь еще там делай, опять ничего не получается, у меня я опять поднималась куда-то там и все. Говорила же мне мама там, говорила же я себе, вот ничего у меня не получилось. Такой хронический замкнутый круг возникает. Тут все вроде бы банально, но не очень. Почему я говорю про замкнутый круг? потому потому здесь как будто вот как у лошади у шоры видение сужается, такой туннель немножко становится, что я не вижу, что я начинаю идти по одной и той же тропинке, бегать по одному и тому же кругу, не расширяя его, несмотря вокруг, я не вижу других вариантов, я не вижу всего спектра возможностей. Тогда значит у меня такой затяжной стресс, который с которым организм не справился, то есть адаптации не произошло, я в дезадаптации нахожусь и уже на уровне физиологии это может сказываться сильно, допустим, это все может привести к хронической бессоннице, там либо к потере веса, либо к набору веса. И тогда здесь, чтобы человек не делал, чтобы у него даже не получалось, он не будет доволен, как будто не будет вот этого насыщения, а вот сейчас да, сейчас хорошо, сейчас получилось, жизнь, но тоже будет всегда недоволен. И тут наоборот такая тотализация возникает, что вот не получилось что-то одно, а недоволен для жизни вообще, там ситуации вообще, страной вообще, каким-то там социумом вообще, когда все плохо. Мир в каком-то смысле становится таким черным-белым или там на полюсах, либо так, либо так. Что тут будет, никаких положительных моментов, уже не видно, достижений незаметно. и в чем лично этот человек хорош, конкретно этот человек, он тоже не знает. И вот если таких людей просить вот прям списочком писать, напиши, тут уже не про достижения, в чем ты хорош, почему ты хорош. Либо это очень раздражает людей, либо отмахиваются как глупость какую-то, либо вот если они прям честно пытаются сидеть и писать, то я вот сталкивалась с тем, что на роду да ничем, да ничем не хоррор хороший, не хороша, да ничего нет хорошего, да ничего у меня нет замечательного. Ну здесь вот не про цвет волос, да и красоту глаз, а про какие-то вещи. Кто-то может писать, а я там танцую хорошо, ну уже что-то. А я там по-фински говорю, уже теплее. Но вот даже достижения каких бы то ни было, люди привыкли не замечать. И вот соединиться с этим уже как-то самостоятельно не получается. Поэтому здесь вот тоже такая подсказочка. Прям-то уже вспоминайте, замечайте, повторяйте это для себя, в чем вы хороши и какие ваши правда на самом деле сильные стороны. Потому что сильные стороны естественно есть у всех, достижения есть у всех всяко или иначе. И сильной стороной может быть что-то неочевидное. Если человек условно 10 лет не может работать найти, то он может менять сильных сторон. вот вот я сижу и еще я вообще совершеннейший неудачный. Сильной стороной человек может быть как раз выдерживать длительный стресс, быть эмпатичным, быть со своей семьей, окружающей, умение слушать и так далее. Это серьезная сильная сторона. Человек их не видит. Дальше. В чем это говорит? Если нас так воспитывали, если так с нами случилось, что те голоса, которые когда-то были родительскими или там голосами наших воспитателей, учителей, каких-то начальников и так далее, потихоньку, полегоньку они становятся нашими голосами внутренними. Ну, говоря психологическим языком, интрицированными. За интрицированными критиками слышали может такое ражение. И вот эти критики, критические голоса в нашей голове, которые мы уже как чужеродное не распознаем, а как свое личное родное, они нас держат в каком-то нашем гамкнутом мире, в нашей коробочке, в нашей степлянной баночке, там у кого что. Я вот тут специально разделила на две части. Если такое есть, то можно сидеть долго, бояться проявляться, не знать, а как это вообще проявляться, выгляду я в чистый код, да и что? Буду кричать, какой я хороший? непонятно. Если страшно было падать, то вместо меня уже какая-то роль, которую я себя выдвигаю на первый план, что да-да-да, я очень стараюсь, я очень много всего делаю, я даже списочек могу вам предъявить, так я хорошо стараюсь, хотя на самом деле вы все не интересны, чтобы только не заподозрили, что вдруг у меня ничего не получается, я могу сказать, что я очень успешна, я зарабатываю, но никто не должен знать. Ну и самое простое здесь будет апатия, что просто ничего не хочу, ни к чему не стремлюсь, и все такое. Если мы осознаем, что это всего лишь какие-то не очень полезные установки в нашей голове, то мы их не просто даже мы от них избавились, мы наверное будем продолжать их слышать дальше. Но мы осознаем, что это не наше, это какой-то баг, то мы этого больше не принимаем внимания. Опять же в различных направлениях психотерапии есть много разных способов работы с критическими голосами, с критиками вообще, и договариваться можно с критиками, просто их привить, какую-то там битву с ними организовывать, и какой-то диалог, и выяснить, что же критик нам хочет полезного сделать на самом деле, и брать это полезное, и благодарить его, и уже не принимать вполне полезное, и попросить критика переформулировать это все, ну, понятно, что это все выглядит. Ну, то есть способов работы цепи часто очень много, и это решаемо. И тогда что происходит, если вы выжили критику, то есть никто больше вас в прямом переносном смысле не сжимает, не пугает, не задвигает какую-то мороз, коробочку, какое-то невидимое пространство, куда-то изоляцию, можно выйти. И многие люди, когда эта трансформация происходит, прямо говорят, что как будто меня стало больше, там расширился, дышать стало легче, правда, дышать стало на улице легче, потому что сейчас все блокируется, и тогда у нас определенное дыхание, или такое незаметное дыхание. Можно радоваться, возвращается собственно радость жизни, удовольствие от жизни, удовольствие от проживания жизни, удовольствие от себя, от какой-то есть, и тут сразу вдохновение, а вот знаете, можно что-то сделать, сразу человек фонтан идей, любопытство тоже здесь будет играть свою роль, потому что давайте посмотрим, как это можно делать, а давайте попробуем, а давайте их исследуем, и любопытство в принципе в таком природном мире это же ориентировочная реакция, а кто здесь, а что за мир, а что, то есть вот крутить головой, такая подсказочка, если вы долгое время в какой-то одной идее застряли, в какой-то одной ситуации, можно начинать просто восстанавливать свой ориентировочный репет, через повороти головы, через запуск различных мышц, которые обеспечивают поворот головы, главное делать это медленно, осознанно, не как фитнес, не стараясь там ухом до ключа достать и всем телом разворачиваться и разворачиваясь так прям себе давать установку задания, когда я поворачиваюсь, ну, например, 12 градусов, ну, я замечаю и прям себе называть, что замечала, там, много навески, там, дерево, цветочки, там, там, что-то, раз, поделали такое, следующий, на следующем этапе тоже такое упражнение делайте и замечайте, а что из того, что я замечаю, мне нравится, что из того, что я замечаю, меня радует. и это может быть вне зависимости от того, говорим мы про очень беспомощность, про что-то еще, просто очень хорошим упражнением даже для любого человека, который в битинстрессе находится, ну, или как-то тот застрял в чем-то. Наша задача запускать движение, я постоянно запускать движение на всех уровнях, во всех смыслах и запускать в том числе ориентировочные выполезы здесь. Силы мысли просто не получится, поэтому я говорю про мышцы. Это карта видимо целостной, все интегрировано, через мышцы можно все запустить. Сложим. Сейчас. упражнение небольшое, я надеюсь, вы мне все продолжаете слушать, видеть. Попробуйте, ну, поскольку у вас камеры выключены, никто вас не видит, что вы делаете, упражнение простенькое, попробуйте сделать так, поднимите, не видно, руки над головой не сильно, ну, сантиметров на 20, ну, так, чтобы это было тоже не задание, упражнение вытянуться, ну, и чтобы они все-таки не висели. Где-то сантиметров 20-25 над головой примерно, сколько там у меня, держите руки, и когда вы так делаете, можете встать, можете продолжать сидеть, вспоминая сначала те ругательные слова, которые вы слышали в детстве, за что вас ругали, или просто сейчас себе придумайте, вот ругайте себя, ну, я вот прям даже по времени все с вами ну, две минуточки на это возьмем, чтобы вы сначала повспоминали, не просто я плохой, плохая, что-то, что вас касается, что-то, что вас задевало когда-то или задевает сейчас, вот поругайте себя, вот прям вот так вот руки держал, и я время замысила, когда вы это делаете, чувствуете, что с вашим артаментом происходит, так, все время шло, если у вас получилось, опускайте руки, прям даже место пошел бы поменять, если вы сидели, встаньте, как-то встряхните, встряхните все это из себя, и запомните, что вы чувствуете. И сейчас мы полетим то же самое, тоже если вы сидите, уже удобно делать, если вы встанете, и тоже руки на право держите, вспоминая, если вы, когда я говорила, можете вспоминать, что вам говорили, как вас хвалили, за что вас хвалили, или за что вы сейчас хотите себя похвалить, даже не за что, а какими словами, вспоминайте эти слова, или сейчас придумайте эти слова, это должно быть что-то очень приятное для вас, что вызывает какой-то отклик и в чувствах, и в теле, во всем организме. И точно так же держите руки над головой, и эти слова для себя произносят, а я опять приятного течения. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Дышите, не дышите. Может быть, за первого раза вы мало заметите. Может быть, вы сейчас вспоминаете. Отмечаются мельчайшие изменения. Если вы стояли, может быть, как-то изменилось какашество. Если вы сидели, может быть, на плечах, может быть, ничего, в варианте я ничего не почувствовала вообще, никакой разницы не почувствовала вообще. Тоже говорят о определенных вещах. И если вдруг, когда мы закончим, кто-то хочет поделиться, или что-то хочет прокомментировать, то можно прокомментировать. Примерно то же самое делали и делают с нами. От родителей до всех значимых важных людей в нашей жизни. Когда нас ругают или хвалят, что-то происходит с нашим телом. Это не просто какая-то идея, какая-то мысль, какое-то высказывание. Мы вынуждены с любым оценочным свидетелем как-то справляться. И наш мозг может запускать две принципиально разные программы, как с этим справляться. Он может скомандовать. Мозг, я говорю так в кавычках, все это часто происходит помимо сознания. Просто перестать чувствовать. Те, кто ничего не чувствовали, то с этого ничего не происходит. Я ничего не чувствую, я в себя это не пускаю. И это блок. С одной стороны, это хорошо, потому что такой человек может быть более уточив. С другой стороны, это может быть, ну я так аккуратно, может быть не очень хорошо, потому что человек в какой-то степени тоже и себя блокирует. То есть он тогда не очень чувствует свои импульсы. Помните, да, мы про импульсы говорили. Тогда я не могу сказать, как на меня вообще что-то влияет, что для меня хорошо. Помните, я там полезные вопросы говорила. Напишите, что для вас хорошо. Почувствуйте, да, сознайте. И тут такая палка в двух концах. Если я хорошо защищаюсь, то я хорошо защищаюсь не только от нападений, но вообще от живого мира. Если разница сильная, разница сильная, когда ругают, когда ругают, я так предполагаю, что большинству либо хочется сжаться, ну или охрану вот этого всего, либо хочется застыть. Да, а вот когда хвалят, тоже интересно было бы послушать, да, как у разных людей это устроено. Происходится расширение, расправляются ли плечи, равнее ли становится осанка, что там еще может быть, как-то мордитилы, собедрные социалы как-то расправляются, колени, стопы, удобно ли состоится, надежно ли состоится, или хочется как-то присесть при вече, так далее, так далее. Вот такие простые вещи, поскольку я много лет в тебя снатерапевтирую еще, они могут, как раз, в тебя снатерапевтируют, могут очень многое сказать, и о том, как в этот привык справляться, какой для него привычный, но может быть уже не всегда хорошо работающий способ, то есть который его уже не приводит никуда. Уже такой баг. Система когда-то придумала свой способ справляться с трудностями, с какими-то, скорее всего, с унижениями и так далее, так далее. И система уже всегда запускает один донер-механизм, один и тот же паттерн. Когда наша задача – это понять, осознать, и паттерн переписывать. Так же, как в случае с негативным фильтром реакцией, когда нас хвалят в позитивных моментах, тоже мы можем застревать в однотипных реакциях. Нас похвалили, а мы – ой, ладно, да, ничего, да, ничего, это не случилось. Значит, мы не умеем это переживать, нам почему-то страшно. Может, говорили, что больше ругают, больше достижения будет или еще что-то. Важно в своей истории. И вот такое простое упражнение, если вы даже сами с собой его как-то проделаете, или со своими близкими, друзьями и так далее. Гаром очень хорошо, оно много чего раскрывает, очень хорошо дает понять, я вообще в таком диапазоне живу. Много ли разного всего я могу чувствовать? Как по-разному я могу реагировать? И вообще, как я переживаю радость и удовольствие? Переживаю ли, проживаю ли, чувствую ли, вообще я в контакте с этим чувствую или нет? И вот, если мы уходим от установки оценки себя, постоянного такого решения, что там на чаше высок, что перевешивает, я сейчас хорошую или нехорошую, я сейчас молодец или не молодец, могу ли я себя похвалить, могу ли я себя за это уважать, а другие тогда меня могут за это уважать. Если у нас вот модель такая с критиком в голове, если мы все время с кем-то, с чем-то себя сравниваем, или даже с собой, который там может быть молодец, а может быть нет, то вот в этом случае, чтобы нас мир принимал, ну раз мы себя не принимаем, значит, не что, что мы тут принимаем, что не принимаем, то мы уже не можем собой быть, а мы должны быть другим. Это лучшая версия себя. И мы тут что можем делать? Мы можем либо бороться с миром, с системой, как это гендарство будет, либо пытаться угадывать, что хорошо, вот радовать окружающих, как быть таким радователем, как быть таким, тут вот даже не про полезность, скорее удобным. Как сделать так, и что сделать, чтобы меня похвалили, чтобы я была там хорошей девушкой, хорошей мальчиком, хорошей кем-то. То есть я хороший, если я угадал условия, при которых меня похвалят, оценят, наградят и так далее, так далее. Такой подход, к сожалению, сейчас встречается, путь, жизнь с хроническим стрессом. И тогда даже вот здесь можно говорить, что как будто у человека такое посттравматическое стрессовое расстройство, хотя там, правда сейчас не говорим, все время будет сонная тревожность, которая будет либо завидаться, либо рассматриваться, сидеть в интернете, все где-то, либо вообще будет такое рассогласование полностью с миром, не с тем, что я хочу, такая жизнь за стеклом, чтобы с этим стрессом справиться, потому что всегда как бы червь какой-то будет точить-выточить, все не так, все не так, все не так, и тогда уже без всякой психологии, норм психологии, организм начинает быстро стареть, то есть он быстро изнашивается, уже на плечном уровне. и это тоже не действует хорошо. Если же мы либо уже изначально живем, либо мы все осознали и решили перейти от модели критиков, мы уже без критиков живем, либо мы критикам главной роли не даем, тогда мы всегда в психологии есть такое очень удачное право, мне кажется, что я достаточно хорошая и достаточно хороша. То есть я не лучшая или я худшая, а я достаточно хорош или хороша. Достаточно. Здесь вот ключевое слово достаточно. И тогда я в курсе о том, кто я. Я принимаю свое качественное недостатки. Принимание смысла всегда, злоенности, вот это, то есть, делать со мной, что хотите, вот это, то есть, что я знаю, что у меня здесь не получается. Я себя за это не ругаю и это не значит, что я не работаю на этом, не улучшаю. Просто я спокойно к этому отношусь, я это знаю и я не скрываю ни от себя, ни от других. Ну, о других можно подумать, но о себя точно. Я с заботой себя, издержанностью подхожу. Вот весь поток, который мы вспоминали, да, ругательных слов, когда что-то не получается, я прямо могу особенно прекратить. Как только мне захочется говорить, ах ты же там идиотка безмозглая, тупорылая. То что? Стоп. Заменяем словами другими. Да, у тебя не получилось, да, похоже, сейчас слишком сложная ситуация, если вы обывали, похоже, ты там не в лучшей кондиции, там, не твой день, не лучший, и так далее, но мы попадаемся в следующий раз. Здесь уже нет отказа, здесь уход из полярности, от полярности. Уход от такой черно-белого акцент мира и от полярности, когда вот наш май не раскачивается, критическая ситуация, либо я молодец, либо я вообще не вспомнил, что же с твоим. Все. Потому что то и другое оно не способствует какому-то позитивному продвижению. то есть мы как люди отвечать зверей всяких, мы люди, у которых есть мозг, и здесь как раз наш мозг, наш радостный наш разумный чест может помогать это осознавать, б осознанно перестраивать свое поведение, осознанно говорить стоп чему-то каким-то словам и руки своей головы и от каких-то людей вокруг, каким-то своим реакциям, таким образом перезаписываем такой образ себя фактически в этом мире, образ себя в себе и образ себя в мире. И тут вот хорошей фразой будет, что я нужна и вынужен миру со всеми своими недостатками, со всеми своими особенностями, со всеми своими ценностями. качествами. И это хоть Настю повесить можно. И смотрите, здесь мы не говорим, что я молодец или я лучше или лучше, а я назна мира. Мои качества ценны. Я могу их назвать. И фактически здесь будет и признание своей единности, и признание своей ценной скорой. Если эта программа по перезаписанной подается, то человек уже не попадает в состояние выученной беспомощности, даже если случаются какие-то падения, даже нерегулярные, даже хронические, хронические, потому что мало что у нас в жизни случится. Во-первых, мы уже знаем, как себя вытаскивать, а во-вторых, мы уже на подходе к таким состояниям, к чему-то можем говорить стоп, осознанно, мы знаем, к чему-то, к каким своим рациям, к каким своим состояниям, к каким словам, которые будут всплывать, откуда-то там, да, в кофе самый подходящий момент, где бы подъезжать, а вот вообще ругательный салат. И вот картиночка просто смешная, когда мы принимаем себя, да, это такая антиидеальность, когда, может быть, общество будет провоцировать нас на что-то, да, какому-то определенному поведению и так далее, мы можем себя отсталивать, мы можем уже как-то легче признавать свою уникальность. Тут идеальность заменяется на уникальность, потому что каждый человек уникален и практика уникальна, и, может быть, это банальная вещь, она повторена несколько раз самому себе, там, много раз, но они могут то-что-то менять. Поэтому я вас призываю уходить от оценок, уходить от идеальности и если попадать в ситуацию потери воли и пассивности, в первую очередь включать активность через мышцы, через сознание и через соединение одного-другого. И сейчас я закончу. специально в 10 минут пока я могу даже больше оставляю на вопросы, если они есть, или на то, чтобы что-то пояснить. И вам спасибо за внимание. Ирина, подскажите, вам видно чат? Вот я как раз сейчас хочу открыть сейчас. Тут есть небольшая ремарка, когда открыть, посмотрите, пожалуйста. Или я могу ее зачитать? Да, лучше, наверное, да, потому что Дмитрий написал, даже если человек знает свои сильные стороны, это не меняет внешней объективной ситуации. Нет его востребованности на рынке труда, который является мерилом успешности. Согласна, не меняет, но тогда мы смотрим, а что мы можем поменять сами? Если нет востребованности, значит, что я могу делать сейчас? я могу принять решение, что я меняю профессию, что я могу принять решение, что я на этом рынке выступаю в другой роли. Я меняю рынок, я меняю еще что-то. То есть ситуация, где мы вот собственно Дмитрий правильно писал, что ситуация внешняя с рынком, она нам не подконтрольна. Тогда мы должны уходить в ту область, где мы что-то можем менять, где мы что-то можем контролировать. Если я не могу повлиять на рынок, я могу повлиять на что? Я могу повлиять на свою специализацию, на уровень своего языка, что-то еще. Тогда что я могу контролировать реально? Что я могу уменять реально? Смотрите. Можно задать еще один вопрос, вы прочитали изменение особенно в нишу профессиональную сферу приводит стрессу и депрессии об этом с этим не спорю вопрос просто это же утверждение я даже спорить не буду собственно об этом и говорили до что пали ситуация когда нас привело к стрессу депрессии то что мы востребованы мы не нужны никакие я просто сказать что мы можем не ситуации нас какой-то объективно мы там на рынок с собой мы можем собой делать ну а как как справляться со стрессом отдельная тема потому что если ее рассматривать неизбегаемый стресс как тех самых собачьих мы можем чтобы не упасть как раз лопать и депрессию мы можем с собой что я про это вообще отдельно скажите пожалуйста вот если человек мы говорили сейчас о том что ругаем себя хвалим себя а если человек склонен допустим испытывая неудачу искать и обвинять окружение и других людей об этом это какой-то из детства тоже идущий паттер что это как что это за реакция такая может быть вот такая защитная реакция я про это говорил да когда вот тут невыносимы тогда проще обвините напасть на того кто этот стык вызывает да одно такое может быть а другое просто уже более общее мы должны как себя защищать мы люди напасть так же как у зверей защитная реакция то есть лучшая защита это нападение имеется ввиду я имею ввиду что эти реакции это не про то что мы плохие да а про то что они в общем-то долгий путь эволюции прошли это защитный механизм если мы понимаем что это защитный механизм можем тоже выбирать это тут же тема тостная правосознанность я теперь понимаю почему я так делаю когда это не тот человек плохой которого я там вызвали а мне там его слова там где-то ситуация там мне там было больно мультики надо я почувствовал себя небезопасно и поэтому я тогда мы можем все время ругаться и умеет себя чувствовать устойчиво может всю жизнь то есть и люди которые вот привычного скажем что-то не так поперек они начинают ругаться один а что можем с этим сделать а если бы я не ругалась как что я могу есть что я чувствую на самом деле таких чувств я защищаюсь от каких своих вот таких внутренних чувств осущения защищает что что я не вижу что для меня непереносимо и тогда если это понимаю вот это непереносимо что я могу с этим сделать непереносимо быть там не самый лучший или там не самый хороший и дальше уже наш выбор то есть основная идея что мы люди человек мы можем делать такой выбор быть осознанными менять что-то в себе или учиться что-то выдерживать из того что изменить мы не можем потому что она правда сложно с поиском работы с поиском адекватной работы так как большинство людей из постсоветского пространства там с высшим образованием с одним с двумя с тремя все не так правда это чертежная даже не потому что стресс это высокая ситуация что-то надо делать вот либо организм примитивной защиты психически использует либо как-то можно с этим обходиться повышая вот уровень организации своих защит и своих адаптивных стратегий я так сказал как я ответила на ваш вопрос да спасибо большое есть еще один вопрос что делать с окружением людьми которые не поддерживают человека или говорят среди на социалке жилье дадут пособие платят менять окружение ну да это тоже странная ситуация очень похоже на это наверняка все когда-нибудь пытались там худеть менять режим питания а близкие говорят нет они покупают не едим тортик они их покупают давайте есть после шести а все при тебе едят после шести окружение к сожалению свое мы не всегда можем поменять не всегда нужно поменять если особенно это наша семья которая нас устраивает по остальным параметрам тогда первое да может быть попытаться спокойно объяснить что мне нужно что мне нужно и может быть объяснить а так меня нужно поддерживать ну поскольку я не знаю про какое конкретное сооружение я могу только вот так предложить что иногда люди правда не иногда а почти всегда люди не очень знают как поддерживать и может быть нужно это объяснять пример не вот не из этой реальности ну просто очень широко распространенный когда ну вот люди сильно болеют или там близкие признаки еще что-то очень часто же ну ладно все будет хорошо а вот в серьезных ситуациях когда человек знает что все не будет хорошо да это не поддержка так же и здесь может быть объяснить что не надо говорить это все да да ладно сиди на социале там все нормально фигма прокормит если вам это помогает так к чему бы нет а если вас это как это как на короткий поводочек да сиди зачем может быть правда рассказать что меня нужно стимулировать и мотивировать если люди так не умеют но могут не уметь иметь право может тогда попросить просто помолчать ну либо в ситуации поменять окружение если это просто какие-то окружающие друзья приятели тогда выход с нынешними общаться потому что других людей поменять у нас вроде задача такой не то что даже задача правда кого нет но и другие люди меняются потому что мы так хотим поэтому как то мы вот либо делаем что-то с собой либо с этим контактом оптимизируем контакт если контакт не оптимизируется поменяем дистанцию общения вам видно да здесь от Юлии поступил даже не вопрос а просьба да ой знаете я никого не смотрю на ютубе так вот это моего профессионального обучения я ну не очень люблю популярных психологов потому что они не потому что они плохие а потому что они вынуждены насколько они из-за популярности вынуждена такой очень широкую аудиторию вещать там часто бывает какое-то такое очень большое усреднение и директивность надо так а вот может быть конкретно вам конкретно в этой ситуации так не надо да и тогда теряется вот такой вот индивидуальный подход вот из-за этого вот чего может быть статьи еще какие-то про это могу подумать потом как-то не знаю написать может быть только читать этот проект слушайте я как-то уже у специальной церкви давно читаю в семинаре смотрю все может вы знаете юлия в зависимости от того а что вы хотите какую-то тему если вы тему какую-то скажете я бы что-то уже могла в какую сторону смотреть давайте наверное я скажу меня слышно да потому что так будет лучше потому что писать это долго но вот именно интересуют такие моменты как подавить стресс депрессию вот такие вот моменты если есть какие-нибудь ну программы или сайты что можно вот посмотреть ну у нас да есть электронная почта юлия если она дает свое разрешение мы можем вам передать контакт да я даю разрешение значит как нам ответит ирина вам я благодарю спасибо ну ну будут еще какие-то вопросы комментарии также вот еще раз напоминаю что большая просьба заполнить опросник написать ваше мнение о нашем сегодняшнем семинаре потому что это будет очень полезно для в дальнейшем я думаю и для организации и для ирины самой ирина я смотрю что вроде как нет вопросов поэтому а можно еще буквально один вопрос сейчас так интересно ирина вы говорили что вы проходили ну давно уже в психологии и вы обучались а где именно вы обучались вы можете назвать я может быть тогда сама тоже посмотрю что-нибудь да я училась в международной программе вот в энергетическом анализе Лоуина это программа которая по всему миру есть она там английском в основном здесь на русском сайты у них тоже здесь по-моему русскоязычные сейчас тоже есть и собственно вот в каком-то смысле да подсказка вы можете Лоуина почитать Александра Лоуина очень много книг написал и ну он сейчас его номер они на русском языке свободный доступ по-моему есть почти все классно потом я училась на международной программе по биосинтезу это швейцарская программа тоже можете там если это биосинтез или имя основателя Дэвид Баделло набрать что-то тоже можете почитать у них много разных статей но у них в основном статьи на английском и на португальском потому что там два института один в Швейцарии другой в Бразилии а еще я училась на программе про аксуальной терапии там основатель Миндал живет сейчас в Америке у него тоже много книг переведенных на русский они есть в сети тоже по-моему много у них свободных доступов может быть вот это наверное вот три моих любимых столпа и очень интересно все эти люди пишут может быть вам будет тоже интересно подпишись посмотреть ответы на свой вопрос надеюсь скажите пожалуйста вы получается дистанционно обучались? нет понятно хорошо я просто спрашиваю потому что сейчас же очень много и дистанционного обучения ну сейчас да началось уже это все что много семинаров онлайн но я еще училась в моменте когда все это было ой не знаю к счастью а почему к счастью вы считаете что дистанционное обучение не приносит таких плодов? ну поскольку я в телесной терапии что-то показывать какие-то упражнения какие-то ну вот работы в парах все-таки не все что можно онлайн сделать понятно что передача информации возможно по-разному ну вот какие-то мелочи какие-то детали все ну в моем случае были полезны когда из рук в руки можно можно задать еще один вопрос а вот как вы считаете сейчас распространяется вот удаленная работа это может как-то в человеке сформировать чувство очень беспомощности когда он допустим из дома работает и мало выходит ну люди с профессиями связанными с компьютером ну от человека зависит вообще когда вот собственно почему я немножко так печали с одной стороны это очень удобно туда ходить не надо и работать можно по всему миру из другой точки мира с другой стороны все равно вот самая двигательная активность ограничивается у кого-то у каких-то определенных людей с определенной историей это может как-то тоже служить в том что потеря энергии или больше апатии не знаю про ручную беспомощность но может быть про такую уменьшую сниженное количество энергии потери энергетизации так осторожно как говорю потому что я так диагнозом заочно точно не буду никаких ставить если человек восполняет и двигательная активность и социальная активность как-то помимо удаленной работы чем-то еще тогда наверное все хорошо спасибо то есть на удаленной работе очень важно восполнять то что то о чем вы сказали хотя бы ходить хотя бы ходить ходить гулять хотя бы по квартире упражнения делать и хотя бы еще встречаться с людьми сейчас тоже можно каких-то живых людей видеть Спасибо а можно еще прочесть вопрос который я задала еще в чате если допустим человек написал список подумал упражнение которое вы рекомендовали например он понял что ему лучше вернуться обратно из эмиграции для него опять будет повторение вот этого дезадаптации снова его ждет или это как-то полегче должно пройти если он если он возвращается на знакомую почву то конечно полегче то есть чем он встретиться если там ожидаем что я живу так же как раньше еще будет лучше они не оправдаются можно тоже в это самое уже попасть да ну в любом случае как только мы что-то меняем новую сторону вторую сторону и так далее мы все равно встречаемся со стрессом адаптации то есть организм придется из этого как-то выходить придется какие-то свои ресурсы задействовать и тут вот насколько было много сил к моменту переезда насколько было насколько насколько грандиозны были ожидания и как с реальностью эти ожидания или разбивает или наоборот подпитывает уже будет ситуация хорошо знать что возможно все замечательно может не быть может быть тогда а что я готов готовы сделать что я буду как я себя могу постраховать какие у меня есть ресурсы практически людские ресурсы кто мне поможет финансовые ресурсы ну и ресурсы моего собственного организма как я выдержу спасибо ну если вопросов наверное нет да вроде как нет ирина хочу от себя и я думаю от слушателей сегодняшней лекции сказать вам большое спасибо это лекция на мой взгляд была очень полезной интересная и благодарим вам ну рада если это было полезно наверное все спасибо 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 спасибо